В Казахстане, конечно, отличается и от Кыргызстана, и от Узбекистана. И уровень жизни побольше, и президент немножечко другой, и национальный вопрос выглядит немножечко иначе. Но, тем не менее, ограничения прав человека для Казахстана столь же характерны, как и для предыдущих, ну, вышеперечисленных стран. Самые распространенные ограничения, ну, наверное, все знают, что в Казахстане практически нет свободы выбора, выборов, что, в общем-то, гарантируется со сменой власти и возможность выбрать свою власть, гарантируется декларация о правах человека. В Казахстане все знают, что много-много-много лет правит еще бывший советский руководитель Наршултан Назарбаев. Наверное, правит неплохо. Наверное, ситуация в стране не самая худшая. Но, тем не менее, усталость от власти, существует злоупотребление, власти цветут махровым цветом. Вот с тем, что власть практически не сменяема, связаны другие нарушения. Например, ограниченность свободы печати. Многие правозащитники, казахские правозащитники, многие журналисты, которые пытались писать о злоупотреблениях власти, о нарушениях, о том, что власть делает не так, сталкивались с тем, что сейчас в Казахстане ввели очень высокие штрафы для средств массовой информации. Никто не врывается в офисы с автоматами, никто не кладет лицом в пол журналистов. Но за неугодную для действующей власти публикацию накладываются такие штрафы, которые выплатить просто нереально. Поэтому редакторы и журналисты опасаются. По сути, получается, что люди лишены свободы выражения своего мнения. Увы, это так. Хотя это сделано, конечно, гораздо более мягко, чем, допустим, в соседнем Узбекистане. Не меньше характерны ограничения, наверное, нужно упомянуть ограничения межнациональные. Опять же, они выражены гораздо мягче, чем в других местах. Нет законодательных запретов, в казахских законах декларируется равенство всех наций. Но на практике межнациональные трения существуют, межнациональные трения есть. Люди, которые к нам обращаются за помощью и со своей бедой из Казахстана, нам об этом рассказывают. Зачастую возникает недопонимание между русским населением, которое еще в достаточно значительном количестве осталось, особенно в крупных городах Казахстана, и, соответственно, коренной нацией. То есть сейчас происходит рост, наверное, религиозности, что отражается, что сказывается на том, что представители другой национальности, не казахской, ощущают на себе давление. Это относится не только к русским. Были несколько обращений, то есть обращений с просьбой о помощи, с просьбой о том рассказать, подсказать и помочь уехать от представителей других национальностей, от корейцев. Было несколько дунган, которые, в общем-то, тоже не имеют полных прав гарантированных конвенции о национальных меньшинствах. И что самое неприятное, что самое такое, что, в общем-то, дает основание для просьбы об убежище, государственные органы стараются не вступать в эти взаимоотношения. То есть найти защиты от национализма практически невозможно. Религиозный вопрос. Ну, здесь, наверное, ситуация немножечко лучше, чем в Казахстане или, прошу прощения, в Кыргызстане или в Узбекистане. Все-таки государство гораздо более светское. Но, тем не менее, рост исламизма, он есть. Есть факты, когда люди были, ну, когда граждане Казахстана воевали в рядах запрещенной в России и практически, наверное, ну, и в других странах мира, исламистской организации ИГИЛ. Такие моменты тоже есть. Есть не только, кстати, не только люди других национальностей подвергаются межнациональному давлению. Самое, наверное, парадоксальное, то, что и среди казахов существует разногласия и противоречия. Ну, жители Казахстана, наверное, хорошо знают слово «аралман». Это казахи, это этнические казахи, которые жили в другой стране. Казахским государствам была в свое время принята программа по приему этнических казахов, упрощению, получению гражданства. Им даже воплачивалась какая-то помощь. И в итоге достаточно большое количество жителей, которые, как этнических казахов, которые жили в других странах, например, в Монголии, в Афганистане, кто-то даже в Китае, вернулись на историческую родину. И они действительно получили какую-то помощь от государства. Тут нужно отдать должное тому же Назарбаеву и казахским властям. В общем-то, они помогали аралманам действительно. Но сказалась разница в менталитетах. Все-таки Казахстан, который был в составе Советского Союза и который был многонациональной республикой, все-таки жители, наверное, более европеизированы, что ли, чем те же самые казахи, приехавшие, допустим, из практически средневекового Афганистана. И в связи с этим возникают этнические противоречия. То бишь аралманы, местные казахи, не любят аралманов. Зачастую их ущемляют буквально на местном уровне. Их бывают драки, бывают отказы в предоставлении государственных услуг. Соответственно, аралманы, им ничего не остается, платят остальным тем же. Ну, опять-таки, нет стран, наверное, где все проблемы решены. Но самое плохое то, что, опять-таки, я об этом уже говорил, что государства, государственные органы не очень хорошо помогают в решении этих вопросов. И это тоже является серьезным основанием для получения убежища в демократических странах. Еще одна из проблем, но она, опять-таки, связана с неисменяемостью власти. Судебная система, которая является краеугольным камнем любой демократии, то есть в любой демократической западной стране судебная ветвь власти, она полностью независима ни от законодателей, ни тем более от исполнителей. В Казахстане она независимой не является. Зачастую люди сталкиваются с тем, что, особенно те, которые ведут какие-то споры с государственными органами, они сталкиваются с тем, что судьи априори встают на сторону государственных органов. Право они или неправо. И найти, таким образом, найти какую-либо защиту от злоупотребления государственных чиновников практически невозможно. То, что на Западе решается судами, то, что очень запросто можно представить ситуацию, когда человек подает, ну, гражданин Америки подает суд против, там, ну, условно, СМИ против Соединенных Штатов и шанс выиграть дело у него весьма высок. Последние, так сказать, ну, не последние, ну, наверное, последние десятилетия даже идет рост выигрышей вот таких дел в Соединенных Штатах именно граждан против государства. В Казахстане, к сожалению, ситуация с этим совсем не такая. Здесь суды полностью зависят от госорганов. Ну, сами понимаете, что коррупционная составляющая, опять-таки, при несменяемой власти высока. Найти в судах защиту невозможно. Ну, вот, таким вот образом. Были проблемы, наверное, для всех жителей Казахстана памятные проблемы, связанные с женоазенскими событиями, когда, в общем-то, было применено оружие. Вот, слава богу, с 2011 года вот таких вот вопиющих случаев, с 2012 прошу, таких вопиющих случаев чем-то массовых не наблюдалось, но, тем не менее, ущемление есть. То есть, люди не могут свободно выразить свое мнение, люди лишены возможности собираться, как это гарантируется, опять-таки, тоже декларация о правах человека. Ну, вот, в частности, сторонники бывшего банкира Облязова, они испытывают затруднения с тем, чтобы собираться вместе, с тем, чтобы проводить демонстрации, которые, в общем-то, во всех демократических странах не запрещены. Вот, здесь это, опять-таки, негласно, без законодательных запретов, но разгоняется. То есть, были у нас, обращались к нам люди, которые пытались принять участие в этих событиях, ну, они рассказывали о том, что милиционеры бодро, дружно, просто выносили на руках пытающихся провести демонстрацию, продемонстрировать свое отношение к тому, что происходит. Ну, нужно отдать должное, что не били и не стреляли. Вот, спасибо уже за это. Но, тем не менее, права на выражение своего мнения все-таки нарушены. Ну, в заключение, наверное, скажу, что жители Казахстана, хотя здесь, наверное, жить там чуть-чуть проще, чем в соседнем Узбекистане, но, тем не менее, основание для получения убежища в других странах, вагон и маленькая тележка, очень много. И, наверное, те, кто обращаются за политическим убежищем в другую страну, ну, как правило, они делают это на основании своих политических убеждений, которые становятся резко негативными в отношении действующей власти. Ну, потому что, вы сами понимаете, когда вас несколько раз обидят, ущемят ваши права, вы будете, ваши убеждения будут как раз такими, что власть-то нехорошая. Вот, люди, в общем-то, те, которые демонстрируют, которые обращаются за политическим убежищем в другую страну, таким образом демонстрируют свое отношение к власти. Наверное, это один из самых безопасных способов, потому что тот, кто выехал за рубеж, тот уже не подвластен нарушителям. Поэтому...